Приветствую вас мои дорогие подписчики и гости канала NRGames. С вами Сергей и сегодня на своем канале я начинаю новое прохождение игры Attila Total War, компания за фракцию Склавины. Не мог я пропустить данное прохождение, так что немножко о Склавинах. Лидер Владислав, кому как нравится, религия славянское язычества. Воинственные Склавины охотно пользовались слабостью римлян, нападая на фракию и иллирию в поисках добычи и земли для проживания. В конце концов они навлекли на себя гнев дряхлеющей, но по-прежнему гордой и могущественной Византии. Наступающий пятый век готовит Склавинам новое испытание, однако свирепый и настойчивый нрав, которым славится этот народ, продолжает побуждать его к великим свершениям. Так было, так есть и так будет. Веки, веков. Стойкие войны. Так, дает нам стоимость строительства Минс-50 для построек в главных поселениях. Защита от небоевых потерь в снегу и нет расходов на колонизацию на всей фракции. Рогатый охотник. Защита и атака в ближнем бою, а также боевой дух плюс 10, урон в ближнем бою плюс 20, все войска. Дополнительный доход за каждый уничтоженный отряд противника. Общественный порядок плюс 5 от военного присутствия. Так, в городе мы будем присутствовать, в этом у нас общественный порядок не улучшается. Так, ну что же, прибавим. Еще настройки тут помощник высокий. Опускай, ладно, оставим. Ограничено, нет действий не полное. Ваша компания будет автоматически сохраняться в обык. Ну ладно, пускай будет 60 минут. Да, это достаточно. Так, условия победы. Это губка. Пускай тут останется, но что-то делать не буду. И теперь я немножечко звук прибавлю. Только. Окей. Так, очень высокая. Для меня это параметр подходит. Для моих записей. Ну и наслаждением игрой. И начинаю я компанию. Поехали. Вот как раз и с Ордой на первых уровнях склавины будут сталкиваться с отрядами гунов. Изучу, посмотрю, как они воюют. И со временем тоже начну прохождение загунов. Как говорится, проверка боем. Проверка компанией. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Воздух наполнился дымом и кровью. Рим же был слаб. Варвары становились все сильнее. Они укоренялись все глубже и чувствовали пульс родной земли. Но пришла великая буря с востока. И их народы разлетелись, будто семена на ветру. И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли. Их родичи будут отомщены. Великие охотники. Они омыли свои клинки римской кровью. И обратили в прах могучие стены. Они готовились к войне. Наш народ обрел дом в жестокой борьбе, оплатив его своей и чужой кровью. И сейчас, когда весь мир трещит по швам, мы не уступим ни пяде своей земли. Кунны повсюду. Они разоряют все на своем пути. Но мы говорим, пусть приходят. Да, им нет числа, но наш народ силен и решителен. Мы не склонимся перед Ордой. Весь остальной мир уязвим перед гуннами. У римлян, чьи земли лежат на юге, уже не хватает войск, чтобы защитить свои бескрайние владения. Если вы не упустите шанс, они могут стать нашими. Но будьте осторожны. Римляне слабы, однако у них есть союзники. Наши враги, которые трусливые, бросили свои дома, и теперь с жадностью смотрят на наши. Мы не страшимся их угроз. Наши земли, земли славян. Весь мир охвачен пожаром, но мы не чувствуем его пламени. Пусть он испепелит тех, кто угрожает склавинам. Иху! Итак, они готовились к войне. Подготовка цели. Продержитесь до следующей даты, весна 400 года. Добавлен новым дополнительным целям. Заводли казна плюс две тысячи. Так, сразу включение у нас будем технологию изучать. Ну давайте, общественная собственность. Два хода это нам даст. Займет. вернее так ищем из тридцать пищу москвич лук вторую москву что он м 15 м у меня здесь по близости не улона Заразы. Так. Ладно, фиг с ним. Придется нам тут нанимать полководца. Полководца-то по близости больше нигде нету. Один всего. Влияние персонажа... Да. Так, подрастает сын Влад. Наследник три года. Другая снать. Младен. Браслов. Здравко. Так, ладно, нанимаем армию. Младен. Вождь. Авторитет плюс один. Так, одержимый властью при каждом изменении станет губернатором. Сомневник. Стойкий защитник. Вот, стойкого защитника надо. Ласока. Дружище сюда. Так, что тут за гарнизон у нас? Три отряда. Гунов. Десять. Так, будем нанимать три отряда копейщика. Больше не идет, да? И наемничков. Вот такие ребята. Ребята, кто вы такие? Боспорские войны. Нам нужны конники. Угунов конные. Значит, и нам. Блин. Ладно. Под номером вот этих вот ребят. Так. Пускай будет лет. Сколько уже? Восемь. Восемь отрядов и гарнизону прием. Нормально. Обычно исправиться. Если нападут. Так, здесь. Здесь тоже поднанимаем копейщиков. Три отряда. Пока ничего не строим. Пока ничего не строим. Пока нам надо с этими шакалами вокруг наших городков избавиться. Отбить их. Так. Други. Венеды. Торговое соглашение. Давай, брат. Отлично. Так, договора не подадение, братка. Оборонительный союз. Ну, что ты. Что ты. Давай правопрохода. Низкий. Блин, недоверчивый ты какой, мать твою. Анты. Правопрохода. Отлично. Оборонительный союз давай. Есть. Оборонительный союз. Низкий будет. Ну и на том нормально мы сделали. Хорошо, договорились, дипломатия у нас прошла. Так, здесь. Наладили отношения с братьями-славянами. Ну и все, можно завершить первый ход. Да. Ай-яй-яй, назначить губернатора, так что в губернаторе, так кто там был. Брослав, по-моему, да, у него что-то там. Навыки какие-то были. Лидеры фракции обладают... Да-да-да-да. При каждом изменении личное влияние. Так, здравка. Вот, налоговая ставка плюс 3% поверенная провинция. Вот здравку мы сюда и посадим. Губерничать. Гиперборея. Давай. Так, и теперь... Сколько у тебя тут... Попробуй-ка верность обеспечить титровую травку. На следующий ход, если все получится, усыновим его. Ла-да-да. Так, и дикт. Религиозное влияние, пополнение плюс 3% скорость исследования, общественный порядок. Славянских язычников. Че? От наличия славянских язычников. Постоянно строительство, рост плюс 10. Постоянно строительство, плюс 10%. Мы будем в дальнейшем строить, пускай будет так. И рост прибавится. И будем... Пальня тут надо было строить. Рост обеспечен. Пускай у нас будет прибавка населения. Совершаем ход. Ну что, гуны? Так, грабить начали. В грабеж перешли. Ага. Что такое? Призыв к оружию. Ваш союзник атакованный просит о помощи защитники анты. Атакующие будины. Вступить во имя на стороне союзника, конечно. Так, тут будины подкр... Ой, ой, ой. Давай, давай, давай сюда. Сколько у тебя там отряда? Сейчас мы тебя накернем. Охота на гунов. Мир гибнет. Северо-западо стремительно катится ордогунов, выжигающая все на своем пути. Рано или поздно она окажется у нашего порога. Точно. Но мы с половиной не покоряемся никому, а значит не уступим и этим дикарям, шакалам. Когда они придут, мы отбросим их обратно в степь. И так, 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 так. Вносим их обратно в степь, из которой они явились. Не щадите врагов и не пропускайте оружие. Скоро придется принять решение. Предупреждение оно такое. Так, верность плюс три. Хорошо. Весна, 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 выйди. Аланы. Новая фракция. Писка на лед. Война объявлена Аланой Гуддиной. А, Аланы. Даже Анты. Аланы это тоже кочевые племена. Да, тоже. С нами они. Вот они. Садимые. Аланы, давайте к нам на нашей земле. Поможете в обороне. Так, а вы взглядимы моими славянскими соседями не очень, да? Да давайте ко мне все равно. Мы вместе будем бороться. Буддины, какого фига вы сюда явились? Давайте-ка на них нападем, хотя можно и на этих уруцов, на гунов нападим, но... Ладно, займемся буддинами. Вперед. Есть. Так, 7 отрядов буддинов. 8 отрядов наших. В бой, друзья. Так, один у меня стрелковый конный, но остальными нужны их конников, вернее, лучников побить. Ладно, посмотрим сейчас. Проверим, какие у них щитоносцы. Вроде бы неплохие у них должны быть так. Так, пешие отряды. Топтану. Полководец вражеский. Погода начинает. Так, враг, 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 враг. Пока не попал, посмотрим на него. Так, вождь степников. Усиленные ребятки такие. Первый уровень. Так, стрелки. Степные новобранцы. Наверное, новобранцы. Щиты прикольные такие. Оригинальные. Из кожи, что ли? Кожаные. Сделаны в Китае. Пшиты кожей. Политы водой. От огненных стрел. Так, ладно. Взаменимся расстановочкой. Копейщики новобранцы. Дайте-ка я на вас, братья Славяна, гляну. Ну, серьезные шапочки у вас серьезные. Остальное все что-то как-то легкое. Лаптик, что ли? Почти. В сандалях. Так. Ребятки, сюда давайте. Так, это все. Кочевая конница. Проверим вас в бою. Так, давайте лучников сюда, с этой стороны. Ребятки, а вы кто такие? Серьезные мечники, да? Что-то какие-то... Воспольские воины, что-то как-то... На нерусских смахивают. На дагестанцев, да? Ну, и что вы сделали здесь? Поехали фруктами торговать. Ладно. Фруктами потом поторгуете. Сейчас надо немножко повоевать. Начинаем сражение. Выбор отряд стрелков элементарь. Вы увидите кнопку режима. Так, конюшки. Что, стоим, да? А, твои. Не прокатит, да? Придется идти к вам, да? А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Прокатило, что ли? Блин, я уж обрадовался. Думал, сейчас. Не придется к ним идти. Сами придут. На тебе. Обломчик. давайте ускорим это все долгий весь этот процесс подхода подкрадывание конца на пушку т.к. улицам виск он может не заметить пронеслись они быстрые разъезды врага какие то он там видел ты хоть разговариваешь время 2 вообще что он разговаривать прекратил т.к. ученые длины ближе давайте давайте все ближе 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 таки вторые лучники ну давайте вот сюда вот в лес здесь хоть стрела не так будет попадать да в лесу то нас деревья защитят т.к. т.к. м милиция наша засада обнаружена а че теперь делать че делать кто подскажет не надо построить стенокопии сделать на м м м куда ты м м м конечно сном по нам стрелять будут вот и уже стреляют по кому только по кому по кому по кому по кому по м м м по нашим копейщикам ну ка посмотрим что тут стрелы может завица деревья м да и фиг тебе такие спецэффекты ты что с ума сошел а не попадая в деревьях ну ка да че-то тут крошится деревьев крошки какие то падают значит все таки деревья защищают нас хотя одного уже убили а тут как крошит наших Так, отвлекаем, так дело не пойдет. Встали, ребятки, немножко назад. Отошли. Здесь попугиваем их. Да ты че? Че, фига себе. Оказывается, это был обман. А, конница попала. Пападос. Давай тогда сюда уходи, уходи, уходи сюда, уходи, 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 на лучников, уходи, уходи. Скорей, скорее, 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 не тупим, тупим, не тупим, не тупим. Уходим, отвлекли немножко на вас, ладно. Хрен с вами. Так, давайте, 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 сюда проходим. Этих отвлекаем. Проходим, 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 скорее, проходим. Скорее, мать, вашу, здесь просто деревья, проходим. Ты стреляй, давай. Ну, 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 ну. Давай, 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 крошим их, крошим, 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 крошим. Заходим, заходим, заходим. Сюда идем. Копейщики, сюда. Так, что здесь, что упустил? Пошли. Быстрее, 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 походим. Догоняем. Убежали. Так, 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 что здесь, что здесь? Вернулся, давай, возвращайся, скорей. Догоняем, догоняем. Что ты ебтой дивизию? Так, ну и здесь. Ладно, давай в последнюю атаку. Так, эти побежали, отлично. Да ты что? Да, вот здесь этого накернили. Так, ну-ка посмотрим. Братья-славяне наши гибнут. Мстить! Так, здесь побежали. Так, копейщики. Здесь должна быть... Здесь пойдет конница, так что... Нет, не сюда, не сюда. Вот сюда убегаем. Держится конный отряд. И стреляем заодно. Ну, побежал ты, только не тупи. Прошу тебя, только не тупи. Затупили. Так, догонку получится. Давай вот за этими вдогонку. Остальные два отряда здесь встали. Полководец здесь встал. А, все побежали. Еще немного, и победа наша! Так, ладно, все тогда... Все так все. Попробуем их догнать. Тихо уже не догонишь. Тихо тоже, наверное, уже не догонишь. Хоть кого-то, пока что. Что-то как-то они быстро побежали. Я думал, посерьезнее будут как-то враги. Полководца убрали, и все. У гунов, наверное, так принято просто. Так, завершаем битву. Завершить. 260 масс по тех 586. О, противника. Конницу я почти все потерял. Надо учиться управлять конницей. Если мы хотим сыграть за гунов. А, один отряд потерял конница. О! Давайте денег получим. 160. За них. И догоним их, и добьем. Да? Будем деньги получать и добивать. Самое главное, чтобы на наше поселение не напали. Так, уничтожаем. Теперь, наверное, конницу потеряли. Еще, ну да. Денежек мы сколько получим? 57. Так, ну давай, давай, ах ты. Надеюсь, они не дойдут. Уже нашел поселение. Так, опыт. Что здесь боевой дух? При обороне. Так, о ближнем бою плюс 3 подчиненные войска. Здесь надо ревенье поднимать. Сплоченность надо поднимать. Раз, два. На чужой собью земли. Отлично. Так, тут что у нас? Далеко уродцы стоят. Далеко. Поэтому мы сделаем что? Выйдем из города. Общественный порядок начал падать. Серовская. Исплоченность тоже начала падать. Хотел засаду сделать. Ладно, стоим еще, нанимаем бойцов. Три отряда копейщиков. Папа, 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 папа. Ты смотри, вообще тут обложили, да? Археймар. Степная бура. Травленные стрелы. Буря. На подмогу бы им надо вот этих вот избавиться. Ему по одной можно будет отправиться через вот этих вот мудаков. Так, мы завершим ход. Потом посмотрим. Угу. Давайте, давайте на наших... Так, ушли. Хорошо. Но все равно получается на нашей территории. Охота на гунов. Как и ожидалось, гуны пришли. Их намерения нельзя назвать добрыми. Они скалят зубы в ожидании битвы. Но мы тоже готовы сражаться. Остается один вопрос. Как именно? Занят оборону и стойко отражать все их удары. Но их так много, что они могут задавить нас числом. Ударить первыми, сделав ставку на скорость и внезапность. Оба решения имеют свои преимущества. Выбор за вами, мой господин. Так. Объявлять военную гуном, одержав несколько решительных побед над их армией. Мы докажем их свою силу. Готовиться к обороне. Пусть гуны приходят. Мы не пропустим их свои поселения. И одержим победу. Да, готовиться к обороне. Первым делом надо готовить свои поселения к обороне. Пока наступление, они никак не оставят свои города. Так, Бастарни и Аланы. Воевать начинают Гипиды и Аланы. Парфорения сезонные там, что-то вообще. Так, и технология. Аланы, вы к нам? Давайте, давайте к нам, к нам, к нам, к нам. К Гиллона давайте, направляйтесь и развивайте тут свои лагеря. Будем вместе оборону держать. Так, Гиллон. Ты кто? Шуши. Семь отрядов. Так, нападаем. Удиви, отменить ход. Кутригуры. Что-то такие, кутригуры. Ой, плохие отношения у нас. Нет, ребят, первую битву мы не захотим. Это будет у нас повышение нашей армии, нашего полководца. И еще, блин, вы через наши земли будете просто так ходить. Что, блин? Право прохода нельзя запросить, что ли, я не понял. Что, наглеем, да? Объявляем войну. Нападаем. На мерзавцев. Так, отступают они. Только мы далеко отступили. Мы не осилим так. Возвращаемся. Хотя мы не возвращаемся, да? Общественный порядок у нас плотный становится. Мы не сделаем... Нет, не получится засада. Ладно, возвращаемся. Так, здесь нанимаем копейщиков. Два отряда. И славянские топорники новобранцев. Два отряда. Так, 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 Оланы. Договор о ненападении. Обранительный союз низкий. Хариновская. Хариновская. Так, кого я хотел усыновить? Младена и... Куберната у нас здравка, да? Здравка. Так, верность усыновления. Верность Младена надо сделать, попробовать. Так. Региональную оборону изучаем. Завершаем ход. Ладно, куда вы? Не туда вы пошли, а кого-то грабить. Такова эта игра, ведь не моешь ли соседей и славян? Пойдешь с вами в чудную... Ай, говны тут нарисовались. Угу, гудейный, давай-давай-давай, больной, грабеж. Весна, 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 ладно, верность, обеспечена плюс две. Охота на гунов. Пусть приходят, мы не боимся гунов. Наша оборона намного крепче, чем они думают. Пусть гунские псы обладают... Обломают об нее зубы. Скоро поступит задание, несокрушимая оборона. Так, что это такое? Защита в ближнем бою. Двадцать против кочевников все войска. Боевой дух плюс десять против кочевников. Ставим содержание плюс пять для всех войск. Пополнение плюс пять. Ух ты, да с такими... Приоритетами-то можно прям спокойно... Владислав. Персонаж пилит силу из дравка. Избыток населения гиперпорея. Вот и славненько. Можно строить поля, да? Друзья мои. У нас же пополнение было. Вот мы сейчас и хлебом себя будем обеспечивать. Но это уже будет в следующей серии. Так, Аланы. А, Гритунгов они грабят, да? Молодцы, молодцы. Правильно, что ли, да? Да. Ну что, в погоню пустились, братья? Вот здесь вот шакалы. На помощь было вам армию прислать. Постараться. Ладно, все это будет уже в следующих сериях. А на этом я завершаю первую часть прохождения игры Атилла Татуар. Компания за фракцию Скла Вины. Пронечный принес. Вот, с вами был Сергей. До новых встреч. Поставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.